В последнее время эпидемия коронавируса вновь набирает обороты и требует принятия жестких мер и конкретных решений. Сегодня состоялось очередное совещание с участием Акима области. Какая работа должна быть проведена, чтобы не допустить распространения эпидемии? Какие проблемы есть в регионе в этом направлении? Ответственным лицам было поручено внести конкретные предложения. Вот уже более года коронавирус не удается локализовать на шести континентах. Шесть областей и два города Казахстана по-прежнему находятся в красной зоне. А чем грозит распространение вируса в Шамбулской области, которая находится пока в зелёной? Ответственные специалисты отметили, что ситуация в целом стабильная. В Таразишуском, Шамбулском, Байзахском районах, вошедших в жёлтую зону неделю назад, она не критична. По словам главного врача области Осета Калиева, в настоящее время все усилия идут на подготовку к вакцинации, которая начнётся 1 февраля. В целом в регионе планируется провести вакцинацию около 600 тысяч жителей. Из них 100 тысяч будут обеспечены российской вакциной «Спутник Ви». Остальные – 493 700 казахстанской вакцины. Для этого из бюджета нам было выделено 2,5 миллиарда тенге. Сейчас над этим работаем. Жёсткой критике подверглась и работа мобильных групп. Было открыто заявлено, что мониторинговые группы работают в два раза меньше, чем на бумаге. Половина данных и вовсе оказались ложными. Прокурор региона Нургалым Абдиров отметил, что за такое дело нужно виновных привлечь к ответственности. Имеются факты ненадлежащей работы мониторинговых групп. Только в городе Тарас проведено 804 рейдов. Охвачено 4166 объектов. Выявлено 220 нарушений. Но по факту было проведено 386 рейдов. Проверено более 3000 объектов. То есть половина приведённых данных – ложь. Это должно быть рассмотрено в полной мере. Особенно в такой ситуации, как сейчас. Бердибих Сапурбаев также отметил, что вспышка эпидемии связана с плохой работой мобильных групп. А распространение ложных сведений вызвано непосредственной безответственностью Акимов и их заместителей. Теперь Акимам за отсутствие системной работы придётся освобождать свои места, отметил глава региона. К составу мобильной группы нельзя относиться спустя рукава. Там не должно быть блата. Всё это связано, прежде всего, с низкой ответственностью Акимов. Акимы с плохой работой будут освобождены от должности. Теперь без жёстких мер не обойтись. Особенно по городу Тарас. Отметим, что, согласно данным, с начала года в области зарегистрировано 436 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заражённых – пенсионеры. В настоящее время из 153 больных, находящихся на лечении в больнице, 7 – в тяжёлом состоянии. В ходе совещания глава региона также запросил отчёт по лекарственным вопросам, дезинфекционным работам, соблюдению санитарных требований в образовательных учреждениях. Предупредив о наступлении времени принятия конкретных мер, он поручил усилить пропагандистскую работу среди населения.